Всем доброе утро! У нас сегодня прекрасная погода, такая дымка небольшая, потому что вроде как с 5 часов вероятность дождя 20%, 26 градусов, замечательно! Когда оно вот так вот пасмурно, то оно не такое пекло. Сегодня приехали на участок, и так как мы вчера установили вот эти новые качели-качели-диван и оставили их в разложенном виде, я когда зашла на участок, сразу обратила внимание, что что-то не то. Как думаете, что может быть, когда оставляешь качели на ночь, всего на одну ночь? Значит, что здесь произошло? Смотрю, поднята вот эта сетка, муж просто уже собрал туда-туда она, вовнутрь, и представляете, приходил кот уличный, либо чей-то, ну здесь, который по улице гуляет, зашел, прыгнул нам на качели, испачкал их все лапами своими грязными. Посмотрите, и это уже ничего не очищается, это нужно как-то снимать эту накидку. Только вчера распаковали новые качели, я уж не знаю, лежал он тут, не лежал, но, по-моему, только прошел. Вот, он как зашел, так и пошел через все качели, потом, видимо, спустился и ушел. Но свои следы он оставил. А я вот и не знаю, как теперь это снять, так жалко. Качели дорогие. В общем, такая вот ситуация произошла. Я прям расстроилась. Очень люблю животных, но вот эти ситуации меня начинают просто выбешивать, по-другому не сказать. Я уже начинаю беситься, если честно. Насколько я люблю животных, но впервые в жизни меня начинает это все выбешивать, потому что это все портится. А что еще испортили коты? Они написали нам на террасе, сейчас я покажу. Здесь вот пятно я попыталась помыть, но оно пока не отмылось. Вот. И было еще вот здесь пахло. Я обработала вот этим средством от Фаберлик. Но здесь нужно... В прошлый раз я отмыла, потому что я брала ведро, тряпку, мыла, а потом с этим средством. Вот. Пятно. Это от них. То есть пока нас нет, коты тут орудуют. Сегодня я планировала заниматься совершенно другими делами на участке. Но вот эта ситуация прям подсказала, что нужно делать. Я вам сейчас покажу, где у нас ходят коты. Значит, у нас вот с этой стороны натянута сетка. Вот. За домом. Боковая часть. Вот у нас фасад. Фасадные ворота. Мы там заходим. Здесь я натянула сетку. Здесь они не входят, между прочим. Вот. Сетка здесь заканчивается. И сколько к нам не приходили коты, они все выходят. Не знаю, где заходят, но вот где выходили, я их все видела здесь. Посмотрите, какое здесь отверстие. Они все нагибаются и пошли туда, на тот участок. Вот все здесь. Даже один раз мы отъезжали в магазин, я пришла, а кот здесь вот между малиной лежит серый. Коты здесь и домашние ходят, которые вот из соседнего дома. Сиамский такой серо-белый. И серый, и пушистый, и рыжий. Каких тут только нет. А вот, смотрите. Вы посмотрите. Ну вот ты чего тут к нам пришел спать? Вот, пожалуйста. Лежит. Кушать хочешь? У меня есть пакетик. Я могу его покормить. Я всегда ношу с собой пакетики. Но я буду сегодня заделывать. Значит, сейчас я возьму газонокосилку. У нас тут выросла трава. Я вот начала делать, попробовала. Видите, буду брать с парковки землю такая, которую у нас мы вывозили. Не нужная с корнями. Со всем. Вот сейчас я сюда ее буду вот так вот толстым слоем вдоль забора укладывать. То есть у меня нет других сеток. Металлическая сетка дорогая. 3-4 тысячи стоит. Я уже устала тратиться просто так на этих котов. Значит, буду насыпать. То есть вот все, что здесь занижено, это занижено. Это просто занижено, потому что мы забор ставили по уровню, по наивысшей точке нашего участка. И вот когда нам трактор выравнил, он, конечно же, так близко не подошел. Здесь вот углубление. Буду просто засыпать. Вот этот товарищ, пожалуйста, лежит. Сейчас я его, конечно, покормлю и выгоню. Отправлю и буду здесь засыпать. Кушает. Пурина купила пакетики. Говядина с морковкой сидит, наворачивает. Сейчас он поест, нужно его отправить на другой участок и заниматься здесь по косу. У нас около теплицы стоит вот такой куб. Я показывала. И там прогревается в течение дня вода. Как воспользоваться водой? В нашем случае у нас туда опущен насос. И воду можно брать только через насос. То есть нужно подключить насос в розетку и воспользоваться. Так я поливаю теплицу. Но нам нужна еще вода. У нас рядом стоит бочка. Воды в ней не хватает. Чтобы просто срочно взять что-то, полить там, воду куда-то применить. Что мы придумали? Значит, нам нужен кран. Вот. Мы его и купили. Вот эту гайку, гайка, по-моему, она называется пластиковая, мы заказали на озоне. Здесь вот если открыть, тут такая струя будет. Вы представляете, да, такая ширина. Он у нас когда на земле стоял в прошлом году. Мы открывали очень сильно лило. И вот такой кран заехали сегодня. Купили, ну, рублей 200 он стоит. То есть, видите, теперь при открывании она как бы без насоса самотеком, как дома. Сейчас хотим протестировать. Ой, так можно и руки помыть. О, прекрасно. Вот она из бочки, тепленькая, которая нагревается в течение дня. А то прям не воспользоваться водой. Вот если бочка не наполнена, здесь кубом можно пользоваться только через вот этот. Через насос. А так вот, чтобы что-то налить быстренько. Раз, закрыл. Все отлично. У нас тут активно поспевает клубничка. Это, которая, вот это, который 5 сортов усы дает. Спросили меня, какой здесь сорт с розовыми цветочками. Ну, вот если вот это яркие цветочки, то это клубника элан. У нее ярко-розовые цветочки. По-моему, вот эта центральная газан тоже, она была с такими яркими. Здесь уже тоже поспевают ягоды. Она отцвела. А здесь вот эти усы, как я поняла, что они должны укореняться. Я отодвинула вот сено вот это и вот положила. Как я поняла, что она должна вот так вот укореняться. Я ее так и разложила. Больше вроде пока усов нигде нет. А здесь, которая вот такая вот. Поспелая и все. Сейчас мы съедим ее. Уже тут много красной. Ягодки красные. Чтобы она тут не испортилась, не пропустили, чтобы мы... Ну, а перед тем, как покосить около малины, тут я мимо проходила, смотрю, уже здесь пора. Вот здесь я уже покосила. Круги убрала. Оно не так цепляется. Вот. Уже она у меня выросла. Она должна быть вот такая коротенькая. Быстренько сейчас пробегу. Когда она такая небольшая, вот в этот момент ее и нужно здесь косить. Потом пройду вдоль забора. Мне как раз нужно мульчировать. Сегодня я начала мульчировать сначала свои огурчики в теплице. Потом мне нужно замульчировать томаты. Я хотела полить картофель и тоже его замульчировать. Вот я немножко прокосила. Мне теперь нужно перед тем, как засыпать, убрать борщевик. Вот он под забором растет. Это уж последнее все остальное мы вывели. Я не вижу. Вот он тут растет, растет. Лопату сейчас возьму. Не можем этот корнеудалитель найти. Куда делся с прошлого года, не видели. Видите, какие? Вот они тут и ходят. Мне нужно насыпать здесь слой. Прям вот полоску такой. Все, доступа им не будет. Все будет закрыто. Вот так у меня получилось. Муж еще пришел, борщевик убрал лопатой. С лопатой пришел, выкопал его. И можно теперь... И можно теперь... Там тоже прошла. Трава, соседская трава, прям сюда лезет. Они не выпалывают. А сейчас я буду, наверное, тачками сюда возить. То, что мы вывозили ненужная там трава с землей. Пусть оно тут все вот так вот горкой ровненько попробую разложить. Доступы все закрыть. Хочу вам показать, где я буду брать. Уже вот вторую тачку вожу. Но я хочу вам показать, от чего я в шоке сейчас была. У нас здесь парковка. Вот здесь. Видите, где я нахожусь. Как заходишь на участок слева. У нас здесь парковка. Машина стоит. А рядом с парковкой у нас второе парковочное место. Оно свободное. А мы хотим на две машины сделать. И пока оно свободное, ненужное, мы сюда свозили всю вот эту землю, траву. Вот, например, видите, я кусок такой земли что-то выкапывала себе под растение. И здесь вот сюда. Значит, мы планировали все это перекультивировать. И как раз таки хотим сегодня, наверное, сегодня-завтра этим заняться. Муж уехал за культиватором. А мне нужно, чтобы закрыть под забором, я беру как раз вот такие куски. Смотрите. Вот, они такие. Я их переверну. Вот, видите, они такие толстые. Мне плотные хорошо там под забором закроют. Здесь я нашла столько муравейников. Я подняла вот, чтобы взять кусок. Вы только посмотрите. Тут нужно срочно что-то делать. А посмотрите, сколько тут яиц. Тут прям целая жизнь. Они кишат. Они кишат. Я такого никогда не видела. Они спасают свои яйца вот здесь. Бегают, смотрите, их переносят. Опасность почувствовали, да? А я всего лишь здесь подняла. Они здесь обустроились. Вы посмотрите. Я вообще в шоке, что тут происходит. Главное, чтобы мне все это туда не перенести, а здесь оставить. Сейчас мы постараемся все прокультивировать. Этот участок выровнять и прям активно засыпать. Муж какое-то средство от муравьев купил. Активно. Это ж кошмар. Чтобы тут они все перетравились. Такого я еще никогда не видела. Кишат. Еще один. Не, ну это кошмар. Вы только посмотрите. Муж у меня купил вот такие гранулы. Буду тестировать. Написано HELP. От муравьев. Срок защиты 2 месяца. Написано безвредно для животных. Вот я сейчас вот в эти скопления насыплю. Чтобы они дальше не распространялись. Я заодно посмотрю. В общем, я делала-делала землей. Закрывала. А землей, кстати, очень хорошо. Вот не просто землей, а которая вот такая с травой такая, знаете, она плотная. Вот. Потом мне не хватило. Можно, конечно, там поискать. Там большие такие кучи. Но там очень много муравьев. Я сначала хотела закрыть маленькими досками. Вот я их даже принесла. Сейчас уберу обратно. Потом я их закрыла вот такими. Закрыла такими. Нужно что-то такое вставить. И потом я землей засыплю, чтобы доски эти не видно. Мне не хочется, чтобы были видны доски. Вот. Я пока тут подбираю по размеру. Дожди обещают сегодня. До самого конца. Вот прям одну сторону вот эту всю и во всю вторую сторону. Там тоже есть такие щели. Повесила сетку эту зеленую. Кот-голову раз и прошел с той стороны. Смотрите, как у нас там чистенько по домам. Здесь я сейчас буду продолжать косить. И мне нужно мульчировать. Вот. Хочу замульчировать. Посмотреть там, как мой картофель. Арку пока сюда поставили. Мы сегодня заезжали в строительный магазин. И купили вот такие двери. Жалюзи. Они называются. Их вообще используют для шкафа. Красиво смотрятся они, когда мебель с такими дверьми. Мы их купили для того, чтобы установить их в наш чайный домик. Беседка, чайный домик. Я вам показываю, что мы закрыли стены. Мы здесь вставили окна деревянные. Три окна у нас. У нас два окна метр на метр и одно метр на полтора. Дверь очень красивая. Она деревянная. И мы их будем устанавливать вот в этот проем. Вообще они разного размера. Там даже разница 5 сантиметров. Ширину, высоту. Мы подобрали размер, который вот наиболее нам подходит. У нас, по-моему, 2 метра высота. Ширина 90. Мы взяли две двери где-то по 44 с чем-то они. Ну, в общем, они нам подходят. Потому что меньше либо больше уже нам они не подошли. Был очень большой выбор. Вот наш проем. Наш чайный домик. И двери, по сути, они нам нужны просто от того, чтобы во время дождя не попадала туда вода. И вот вечером, например, когда мы уезжали, нет нас здесь там или днем. А просто их, когда нас нет, закрыть. Чтобы животные, коты не ходили. Я надеюсь, что они не придут после того, как я здесь все закрою. Чужие, потому что ходят, метят грязными лапами. В общем, это безобразие. Мне такое не нравится. Вообще я не хотела. Но вот дождь будет еще заливать. А так вот двери прикрыл. Они у нас в этот проем встанут обе. На петли мы купили сегодня. Будем пробовать. Никогда двери не вставляли. Муж будет пробовать. Я так вообще не знаю, как тут и что. Ну, просто, наверное, вешаешь на петли и все. Вот. И они у нас будут распашные две. Они у нас постоянно будут вот так в открытом виде. Это будет красиво смотреться. Сейчас будем пробовать устанавливать. Я поливаю и хочу более наглядно вам показать, как выглядит мой участок. Без забора, без всего. Вот. Как он тут у меня выглядит. Со всеми моими клумбочками, если видно. Ну, вот я здесь со стороны теплички стою. Куча дел. Хожу, поливаю. Одновременно у меня покос. Муж занимается в чайном домике, в беседке там делает. Распределились вот эти доски. Нужно еще закрыть. Так что вот так у нас. Пока у нас вот так. У нас на улице так хорошо сегодня запосмурнело. Чуть-чуть поморосил дождь. Прям совсем недолго мы успели зайти пообедать. Но на всякий случай я унесла в газонокосилку. Чем я сейчас занимаюсь? Я начала косить и, думаю, дошла до этого места. И ту и решила прополоть. Прополола, порыхлила. Там вот у забора я просто вырву траву. А здесь вот я так прошла все. Здесь я покосила, чтобы полить мне. Вот дошла до этого места. Потом что-то тут дождичек покапал. Вот. Земля такая плотная у нас. Здесь мы хоть и очень много компоста вносили. И вот такая зона здесь получается. Полила. Полила свои клумбочки. Хочу показать. Здесь мне нужно тоже порыхлить. Очень так хорошо. Потому что некоторые растения я прям вот там с краю высаживала, где газон. Вот такая вот. С этой стороны у меня клумбочка. Ой, какие яблочки. Красивые. Здесь вот тоже. И здесь полила клумбочку. Пойду я продолжать. Потому что дел, дел, как всегда, много. Отдыхать, ну вообще некогда. Думала отдохну в этом году. Вообще некогда отдыхать. Потом нужно покосить, если дождя не будет. Потому что мне нужно мульчировать дальше. Уже несколько раз показано, какой использую газон. Покупаем на озоне. У нас овсяница красная. Вот так выглядит пакет килограммовый. Мы берем килограмм. Весь пакет я сейчас рассыпала. Рассыпала вот на этой полоске. Мне нужно газон. Там у меня недавно я рассыпала. Смотрите, как быстро вырос газон. Причем я рассыпала в один день. Вот здесь все выросло. А здесь вообще ничего не выросло. Я здесь уже только что рассыпала повторно. Рассыпаю я, ну вот погуще. Нужно полить сейчас. Будет дождь, не будет. Нужно обязательно полить. В сухом виде ничего не взойдет. И ждать. Полить и ждать. Вот этот газон быстро взошел. Здесь мы тоже. Это мы осенью газон сеяли под зиму. Он хорошо во влажную почву зашел. Вот этот мы недавно сеяли. Переделывали здесь, когда он тоже вырос. Уже я его два раза косила. Сегодня и прошлый раз. Как я хорошо с помощью насоса поливаю. У нас этот шланг мягкий, вот этот зеленый. 15 метров. Мы еще купили, по-моему, 30 метров. Новый лежит, не использовали. Все можно полить. И кусты. Мне главное газон пролить. Но я все тут захватываю. Клумбочки свои. Пока погода хорошая, пасмурная. Прелесть. Хоть дела можно поделать. Обещали 28, что ли. Я не чувствую 28. Потому что пасмурно. Ветра нет. Нужно хорошо пролить. Хочу показать готовый результат. Муж у меня установил двери. Пока тут я занималась растениями. Полола, поливала. Высеивала газон. Вот такие получились двери. Они не так-то просто установились. Пришлось тут подпиливать. Вот эти деревяшки. Потому что двери не открывались. Она там упиралась, мешала. В общем, он тут возился, возился, сделал. И самое интересное, что двери можно открывать, что вовнутрь, что наружу сюда. Мы сейчас посмотрим, как и так, и так. Если они сюда, значит стопор нужно. И вот так красиво получается. Здесь у нас такое пространство. Но они по размеру такие. Вот если они наружу открываются, они открываются только вот на так... Вот они так вот далеко не откроются. Потому что здесь вот уже в доску упирается. Нам эти двери нужны только, когда нас нет прикрывать. Либо когда дождь. Вот так это выглядит. Если открыть наружу. Вот они такие компактные. По-моему, 44 с чем-то сантиметра. Петли мы купили белые. По две. Вот такие. 92 рубля такая петля сегодня покупали. Вот одна, вот вторая. И также эти двери после закрывания. Вот мы сейчас определимся, куда они будут закрываться. Вот двери закрылись. Это беседка. Это не дом. Это нам от котов, можно так сказать. И от дождя. Ну а если двери открыть вовнутрь. Вот они и снаружи, и вовнутрь. А то они и так, и так не мешают. То есть тут можно вообще по-любому. Можно так, можно наружу. Абсолютно они мешать не будут. Так даже может быть и получше. И поинтереснее, как такие бортики. Можно туда. В общем, все готово. Осталось продумать, куда открывать. Просто посидеть, подумать, посмотреть. И так, и так. С той стороны, с этой стороны. И что осталось? Так как здесь мы уже обработали антисептиком. Здесь у нас все готово. Осталось полы. Масло что ли там какое-то. Посмотрю, что там мы купили. Нужно обработать полы. И все. Можно уже продумывать, какая мебель. Можно здесь уже мыть окна. Вешать шторки. И заселяться в этот чайный домик. Я сейчас буду пылесосить. Вынесла пылесос. Включу его в розетку. И буду пылесосить пол в нашем чайном домике. Нам нужно два слоя нанести покрытие. Я вам сейчас принесу банку. Покажу, чем мы будем полы обрабатывать здесь. Мы покупали средства, которые рассчитывали, что здесь оно как на улице. В открытом пространстве. А в закрытом тем более. Оно хорошо здесь будет. Мне нужно сейчас пропылесосить. Вынести вот этот диванчик. И буду обрабатывать полы. Вот он, уважаемые зрители. Смотрите, в окне сиамский. Вот он к нам уходит. Он к нам на участок ходит. И даже в дом к нам заходил. Один раз вообще пришли. Он на кухонном столе у нас. И там еще второй есть такой полосатый. Это, по-моему, тот, который я кормила здесь. Вот. Он так сидит и смотрит на нас. Видите? В прошлый раз они вдвоем высунулись. Оба смотрели в это окно. Хочу показать, чем мы будем покрывать. Вот, наносить на пол нашего чайного домика. Значит, мы в Максидоме покупали вот такая банка. 800 миллилитров. Это дюфа. Мы стараемся всегда покупать дюфа. Это лучшее, что пока мы знаем. Мы дюфа тоже красили дом. Полностью он в идеальном состоянии. Дождь пошел. И, значит, это масло деревозащитное для террас и садовой мебели. Не помню, сколько стоит, но дюфа обычно не дешевая. Что нам сказали? Он бесцветный. Нужно его, сказали, заколеровать обязательно. Колеруется в любой цвет. Хоть в зеленый, хоть в красный, хоть под дерево, хоть черный, хоть в какой. Мы заколеровали какой-то цвет у нас. Какой-то цвет. Вот, наверное, 39-422. Мы его заколеровали какой-то цвет под дерево. Он будет темнее, чем вот это само. Но мы выбрали такой цвет под дерево. Сейчас я уже вот так вот поболтала, размешала. Открою, хочу тоже посмотреть. Также мы в Максидоме сразу купили кисточки. Такие пушистые. Недорогая, но кисточка хорошая. Вот такие перчаточки я взяла, полиэтиленовые, одноразовые. И ножницы. Сейчас я открою. Она была открыта, потом ее закрывали, когда в магазине их полировали. Вот, еще раз показываю, чем мы будем делать полы. Так, какой цвет? Цвет вот такой. У нас сосна называется. Вот, муж помнит, я забыла. Сосна. Я попробовала, думаю, какой-то цвет интересный, как зеленоватый. Вот, ну то, что нужно. Вот такой будет под дерево. Я взяла вот эту пошире кисть. Муж меня тут закрыл, так как там дождик пошел. Дождик пошел. Окна нужно еще мне мыть, они в антисептике. Ну, а я начинаю. Буду здесь вот идти рядочками. Только пол будем обрабатывать. Ой, цвет-то какой красивый. Я по две эти полосочки крашу. Одну, потом пошла по две. Две докрасила, возвращаюсь опять две. В два слоя точно не получится. Но я думаю, что здесь в два слоя не нужно, потому что это уже получается такая вот беседочка. Она вся закрытая. На улице дождь идет. Домой, значит, поедем. Окна нужно мыть. Здесь воздух свежий. Прелесть. И получается вот такой цвет. Расход большой. Вот. Потому что все это такое не совсем как вода. Но цвет вообще просто супер. Цвет супер. Вот рекомендую дюфа и какой я вам альха сказала, да? Какой здесь альха, да? Кому нужно цвет супер. Очень красивый цвет получается даже в один слой. Единственное, представляете, вот такой кусочек не хватило. Но мы будем еще покупать. Нам еще нужно это масло. Очень классное. И цвет вот этот потрясающий. Вот еще раз покажу. Какой тут у нас номер. Наверное, вот этот 39422. Надо брать больше банку. Нужно брать нам банку больше. Придется ехать покупать. Очень, очень красиво. Смотрите, было так, стало так. Великолепно. У нас прошел дождичек. Пока тут я пол обрабатывала. Вот такая у нас красота. Кушетку вынесли. На улице так тепло, прелестно. У нас вроде похолодание опять. 20 градусов, это прекрасная будет погода. Конечно, в бассейне не покупаешься. Но погода чудесная. Вот у нас сейчас так на участке. С этой стороны самое интересное. Ну, где мы здесь находимся, там и интересно у нас. Вот так. Отдыхаем. Мы пока не отдыхаем, планируем. Планируем отдохнуть. Вот. Прополола. Полить не успела. Дождь пошел. Ну, в следующий раз, значит. Вот такая красота. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Показала все работы, что сделала, что планируем, сказала. Все остальное покажу в следующий раз. До свидания.